Супруг Ольги Мяминой свою судьбу связал с российской армией. В свое время тушил пожары в разных горячих точках. Когда потребовалось защищать рубежи своей родины, пошел не сомневаясь. Тогда у его жены и таких же жен военнослужащих советского района родилась идея создать клуб «Свои». Здесь решают разные жизненные проблемы семей ветеранов СВО. Когда началось СВО, очень многие люди оказались в необычных ситуациях при себя. Это везде касается, и семьи, и детей, и все сферы заняло. И когда ты не один, а когда приглашают, разговаривают, даже просто, что мы собираемся, это уже психологически очень большое значение оказывает. У Анны Леоновой сын исполняет воинский долг в зоне СВО, но благодаря клубу одинокой она себя не чувствует. Понимает, защищать родину – это не только долг, но и привилегия. Так пишет ее сын в письмах. Все хорошо. Служит, звонит, пишет. Приезжает в отпуск. Клуб семей военнослужащих советского района СВОИ отмечает предстоящий день матери, как всегда, вместе. Уже стало традицией все трудности преодолевать сообща. Естественно, при взаимодействии с районной администрацией. Семьи консультируют по разным вопросам, решают проблемы, работает школа здоровья. Регулярно во Дворце ветеранов проходят культурно-массовые и спортивные мероприятия для взрослых и детей. Для чего наш клуб? Для того, чтобы поддержать наши семьи военнослужащих, объединить их. Они знают, наши семьи, что каждую среду во Дворце ветеранов мы их ждем. Мы будем с ними проводить различные мероприятия, мы будем встречаться. Более тысячи семей живут в нашем советском районе. За каждой семьей у нас закреплен куратор. И, конечно, очень важно, чтобы они чувствовали и знали нашу поддержку. А мы для этого и работаем. Клуб семей военнослужащих советского района СВОИ отмечает в этот день еще и свой первый день рождения. Год назад именно во Дворце ветеранов родилась идея объединиться. И это оказалось верным решением, уверены жены и матери военнослужащих. По традиции в праздник, без подарков и цветов никто не остался. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.